Эту колонку можно как носить на ремешке, так и ставить на стол вот таким образом. M1 это портативная колонка от Урал. Она самая маленькая и самая доступная из линейки беспроводных акустических систем, которая называется ТТ. Линейка в смысле. Всем привет, меня зовут Артем, в сети меня могут знать под псевдонимом доктор бас. Сегодня я снова в гостях на канале Урал Звук, и мы продолжаем знакомить вас с Bluetooth колонками от компании Урал. И в этот раз у меня в руках ТТ-М1, самая компактная колонка, предназначена для ношения на поясе, рюкзаке и так далее. Но что хочется отметить, что и в стационарном положении на столе, например, вот таким образом, смотрится довольно органично. Комплект стандартный, тут у нас вот такой вот бумажной заглушечкой располагается уже привычный кабель для зарядки USB Type-C, провод АУМ с 3.5 миниджек по обеим сторонам, для того, чтобы можно было подключить любой внешний источник звука, и, соответственно, который обладает таким разъемом. Есть ремешочек, как раз и предназначенный для ношения этой штуки на ремешке. Вот так. И инструкция по эксплуатации, в ней же гарантийный талон. Вот, собственно, такая петрушка. Сама колонка по внешнему виду и материалам отличается от всех остальных из линейки. Ролики про них есть на канале здесь, так что посмотрите, если не видели. Это еще М2, М3, М4 и М5 соответственно. В данной же модели уже не используется гриль с использованием тканного материала, и корпус уже весь пластиковый, что делает колонку максимально неприхотливой. Кнопки управления здесь располагаются по торцам вот этого самого треугольника. На одной стороне находятся крупные прорезиненные кнопки прибавления и убавления громкости, и, соответственно, плей и пауза. А на этой грани кнопка включения и выключения. Под заглушками находятся разъемы для подключения зарядника и подключения AUX. Для того, чтобы работала вот эта степень защиты, как и на старших моделях. Она здесь IP67. Это говорится о том, что при, ну, разумеется, полностью плотно закрытых крышках пыль внутрь девайса не попадает абсолютно. И также его можно погружать или ронять в воду на глубину до 1 метра, но, правда, кратковременно. На выбор, как всегда, два цвета. Спокойный черный и яркий красный. Вот в данном случае у нас черный, красный появится здесь на картинке. Колонка очень компактна и неприхотлива. В общем, я думаю, большинство уже как бы понятен принцип ее использования. Можно там использовать при беге, крепить где-то там на ремень, носить на рюкзаке, использовать в поездках на велосипеде там и так далее. Осталось узнать, что же по звучанию. И в этом нам поможет клип 3 от JBL. Сейчас послушаем обе, чтобы понять примерную картину. Ну и давайте начнем с Урала. Пишет все это, как всегда, Zoom H4n Pro. Ровно на половине громкости телефона буду я включать обе колонки. Сейчас найдем что-нибудь из прошлых роликов. Ну и давайте, собственно, послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok